Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, а также говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня ответ на вопрос, куда сейчас в настоящий момент вложить 100 тысяч рублей для того, чтобы, что называется, приумножить их. То есть вот в этом видео мы говорили про то, что нас ждет с инфляцией в 2023 году, и это, наверное, я вижу сейчас одним из основных рисков для инвесторов, и поэтому нам нужно защищаться от инфляции. Подготовили для вас две вещи. Первое, данное видео, поговорим, куда же вложить 100 тысяч рублей и почему. По ссылке, которую вы можете пройти под данным видео, у нас есть подарок, в котором указаны веса каждых из тех классов активов, про которые мы сегодня поговорим, и какие конкретно имена, если у вас есть обычный брокерский счет, можно покупать. То есть вы можете просто открыть брокерский счет, и на этом брокерском счету можно будет купить практически все элементы, которые мы назовем в данном видео. Ну а сейчас давайте поговорим, что же покупать, каким образом минимизировать риски, и, соответственно, почему. Первое, на что стоит обратить внимание, это, как я уже говорил, замещающие облигации. Замещающие облигации действительно в настоящий момент обладают большим количеством преимуществ, потому что это валютная доходность. И за счет того, ну то есть, смотрите, когда мы говорим об инфляционных рисках, нужно понимать такую вещь, что в России растет дефицит бюджета. И дефицит бюджета нужно пополнять. И дефицит мы пополняем за счет того, что мы должны получать больше денег. Ну то есть правительство должно получать больше денег. Если у вас дефицит больше, вы зарабатываете меньше, чем планируется к тратам, то вот эти вот выпадающие доходы, их нужно чем-то компенсировать. И здесь открывается такой широкий спектр, каким образом вы можете делать. Первое, самое простое, тупо увеличить доходную часть бюджета. Увеличение доходной части бюджета можно сделать несколькими вещами. То есть первое, увеличить размер налоговой нагрузки. Без разницы на кого, на бизнес, на физических лиц, НДС увеличить, НДПИ увеличить, налог на имущество увеличить, ну просто увеличить доходную часть собираемости налогов. Или увеличить ставки налога, раз. Два, увеличить собираемость налогов. Ну это, наверное, две вещи, да, то есть какие мы можем сделать. Третье, это компании, где государство имеет значительную долю, акции российских компаний, где государство является акционером, заставить их платить чистую прибыль, которую они зарабатывают, в форме дивидендов. И там еще дополнительный фактор, можно приватизацию сделать, да, то есть компании, в которых государство есть определенная доля, государство может продать частным инвесторам свою долю. Доходная часть бюджета, да, то есть каким образом она получается. Классически это просто зарабатывать больше. Второе, часть доходов, которые получают бюджет, он получает за счет валюты. Ну то есть компании-экспортеры продают за доллары определенные вещи, да, приводят эту валютную выручку, продают валюту, платят налоги, государство получает рубли. И за эти рубли для стабилизации, да, то есть у нас есть бюджетное правило, которое пока не действует, но раньше действовало. То есть формируется подушка безопасности государственная, валютная. То есть до недавнего времени, там до 22-го года это были преимущественно доллары покупали, сейчас покупаются другие валюты, ну по большей части юаня. И тогда что нужно сделать? Тогда нужно плавно девальвировать рубль, чтобы за количество проданных юаней, если они растут, ну то есть если курс юаней растет, вы продаете по более высокой цене. То есть вы зарабатываете не за счет того, что у вас юаней больше становится, не за счет того, что у вас долларов становится больше. А у вас юаней и долларов может остаться то же самое, но если вы девальвируете рубль и количество рублей, которые получаете за проданные юаней, доллары, евро или другую валюту получаете больше, то это тоже дополнительные доходы, да, то есть это валютная переоценка, которая непосредственно получается. То, про что мы говорим, дефицит бюджета, который сейчас формируется в России, он финансируется, первое, за счет увеличения налоговой нагрузки, раз. Второе, за счет плавания на девальвации рубля, укрепления валютного курса, и здесь все равно мы ориентируемся на доллар непосредственно. И третья составляющая в этом случае является, можно просто напечатать деньги. Ну, то есть, если у меня есть дефицит в 6 триллионов или в 10 триллионов, можно центральному банку напечатать, дополнительно увеличить денежную массу. То, что является основным источником инфляции, когда у вас количество произведенных товаров и услуг не увеличивается, а количество денежной массы увеличивается, цены на товары растут, и это, соответственно, приводит к инфляции. Это вот основные риски, которые есть сейчас у частного инвестора, с тем количеством ограничений, которые есть по поводу инвестиций на глобальном рынке, чтобы покупать какие-то глобальные инструменты, еврооблигации, акции иностранных компаний, где вы получаете прибыль в валюте непосредственно. Здесь у нас большое количество ограничений на уровне инфраструктуры идет, и возникает вопрос, а что же делать, да, то есть, что непосредственно покупать, куда можно вложить к тому же небольшие суммы. 100 тысяч рублей, это мы точно не подпадаем под критерии квалифицированного инвестора, и в этом случае, что можно было бы рассмотреть. Мое мнение по этому поводу, опять-таки, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я считаю, на основе тех выкладок, которые я вам предоставляю, на основании той аргументации, которую я представляю, что можно рассмотреть. Первое, как я уже говорил, это замещающие облигации. Замещающие облигации покупаются за рубли, купоны выплачиваются в рублях, но при этом вся доходность, все сделки привязаны к валютному курсу. К валютному курсу, то есть, сколько стоит доллар. И в этом случае, если мы понимаем, что доллар может укрепиться до 85, 90, 95, мы зарабатываем в замещающих облигациях за счет валютной переоценки, мы зарабатываем в облигациях за счет того, что мы получаем купон с валютной доходностью, и третье, если, опять-таки, облигации, замещающие облигации в рублях будут нести доходность, они действительно прекрасно будут справляться с функцией защиты от инфляции. И если они еще будут выплачивать, соответственно, регулярные доходы, то спрос на эти облигации вырастет, потому что в рублях они будут давать очень привлекательную доходность. И это дополнительный доход, который непосредственно можно получить. И поэтому вполне реально рассчитывать здесь на доходность порядка 30% годовых, я думаю, да, то есть, по моим прикидкам. Кто-то может с этим не согласиться, кто-то согласится, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Но при этом там на 30% в портфель можно включить данные облигации. Ребята, очень важная оговорка по поводу замещающим облигациям. Ну, вызвана тем, что я лично не оперирую такими капиталами, у меня больше. Замещающие облигации покупаются минимальным лотом в 1000 долларов. То есть, нужно понимать, что на 33 тысячи рублей замещающие облигации будет, ну, не то, что сложно купить, а практически невозможно. Поэтому, что здесь вот неким таким альтернативой может быть, да, то есть, если у вас в портфеле действительно 100 тысяч рублей, а не больше, то нужно понимать, что замещающих облигаций будет больше. То есть, если у вас 100 тысяч рублей замещающих облигаций минимальный лот 1000 долларов, плюс накопленный купонный доход 1000 долларов, это по текущему курсу 75 тысяч рублей, плюс накопленный купонный доход за этот промежуток времени, то есть, нужно понимать, что не получится диверсифицированного портфеля. Страшного ничего нет, опять же я говорю, в этом случае можно покупать линкеры, минимальная здесь сделка это 1000 рублей, поэтому можно в принципе замещающие облигации просто заменить на линкеры. Другой момент, что здесь доходность будет меньше. Почему это важной оговоркой является? Потому что в случае, если вы будете покупать исключительно замещающие облигации, со всеми их плюсами, нарушается принцип диверсификации, у вас более 75% капитала будет размещено в один класс активов, в один единственный инструмент. Это достаточно сложно, я бы здесь просто, первое, подписался бы на канал, чтобы оставаться в теме. Я не исключаю, что в ближайшее время могут появиться биржевые фонды облигаций от российских управляющих компаний, которые будут инвестировать в замещающие облигации. И там будет минимальный лот в пределах, по моим прикидкам, в пределах от 1 до 5 тысяч рублей. Финансовая индустрия очень быстро реагирует на спрос, понимает, что сейчас денег не очень много, соответственно биржевые фонды, которые будут инвестировать в замещающие облигации появятся, мы обязательно об этом расскажем на канале. Чтобы не пропустить это, подписывайтесь на канал, мы обязательно сообщим новость, когда это произойдет. Второе, это, соответственно, драгоценные металлы. Наиболее комфортным и простым способом покупки является покупка фондов, биржевых фондов на золото. То есть, в чем преимущество? Купить их достаточно легко, они стоят очень дешево, минимальный лот там очень небольшой, спреды, разница между ценой покупки и ценой продажи очень низкая. Если мы говорим про биржевые фонды, которые торгуются в России, и операторами этих фондов являются российские управляющие компании с российской юрисдикцией, которые покупают физическое золото, которое хранится на территории России, то это, соответственно, у нас нет инфраструктурных рисков. Но опять-таки нужно понимать, что это бумажное золото, да, то есть здесь есть риски, да, может произойти что угодно, может быть какая-то блокировка. Если не готовы мириться с этими рисками, и вам нужно прямо вот в руках подержать, обратите внимание на слитки, обратите внимание на монеты, лично я выбираю монеты, и у меня здесь все достаточно просто. Половина средств, которые аллоцированы на покупку драгоценных металлов, это фонды, половина это физические, физические монеты. То, что непосредственно покупают. Какие фонды опять-таки покупать, какой фонд интересен. Еще раз, в нашем подарке мы указываем тикеры инструментов с долей, да, которые должны быть, можете непосредственно пройти и забрать этот подарок. Третий инструмент, который стоит добавить в инвестиционный портфель при портфеле 100 тысяч рублей, это все-таки акции компаний-экспортеров, которые выплачивают дивиденды. Здесь, соответственно, что наиболее, наверное, интересно, на что стоит обратить внимание. Мы уже называли компанией, эти имена известны, это акции компании Новотека, это компания Алроса, это компания Полиозолото, Полиметалл. Я не буду сейчас разбирать их в отдельности, почему их стоит включать в инвестиционный портфель, но при этом, если у вас будет сформирован такого рода портфель, у вас будут, первое, облигации. В облигациях два класса активов, это замещающие облигации, раз. Второе, это линкеры, да, то есть, не рассказал про линкеры. Линкеры, это государственные облигации, доходность которых привязана к инфляции. То есть, инфляцию, с защитой от инфляции линкеры будут справляться. С облигацией, замещающие, помимо инфляции, вам дадут дополнительный доход в форме купонов и роста цены. Это, соответственно, первые 33%, 50 на 50 линкеры и замещающие облигации. Если мы говорим про драгоценные металлы, то это, соответственно, фонды облигаций бумажные, которые размещают в драгоценные металлы, которые хранятся на территории российской, через российскую компанию, российскую инфраструктуру. И половина из них, это, соответственно, физические драгоценные металлы. Вы просто приходите, покупаете монету в банке. На сумму у нас получается, если 33% пополам, это 16,5 рублей, где-то приблизительно. 16,5 тысяч рублей, на 16,5 тысяч рублей покупаете драгоценную монету, на 16,5 тысяч рублей покупаете фонд. Легко это можно сделать. Ну и, соответственно, оставшиеся 33% это акции компаний-экспортеров. Имена названы, то есть, вы можете, в принципе, в равных частях разбить и купить свой инвестиционный портфель. Что мы получаем на круг, таким образом? Мы получаем, что у нас средства, в первую очередь, защищены от инфляции. Если говорить про доходность, то есть, золото, наверное, будет более стабильным, потому что я не жду в ближайшее время какого-то резкого движения в ценах на золото, в мере. Но за счет валютной составляющей вы будете получать доход. Облигации, как это не покажется странным, могут показать более высокую доходность даже, чем золото на золотые фонды. Ну и наиболее высокую доходность могут показать акции компаний-экспортеров, потому что у них будет непосредственно расти выручка. Вот так я бы, наверное, распределил портфель на 100 тысяч рублей. Какое мнение по вашему поводу? Жду комментариев, что бы еще добавили, что бы убавили, с чем вы согласны, с чем нет. Будет очень полезно. Еще в третий раз напомню про подарок. Хотите знать развесовку, конкретные тикеры? Ссылочка внизу, забирайте. Думаю, вам это может быть полезно. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok